Двойные квитанции, поддельные протоколы собраний собственников. Дом номер 7 на улице Крупской борется за право жить в рамках ТСЖ, а управляющая компания упорно не хочет расставаться с прибыльной недвижимостью. Несколько сотен человек прочувствовали на себе все прелести коммунальных войн. Что случилось и кто виноват, разбирался Денис Прокопенко. Седьмой дом по улице Крупской и несколько соседних зданий с прошлого года на осадном положении. По всем фронтам квартира владельцев штурмует управляющая компания Мурман-Сити. История как в сказке про Зайца, который пригласил Лису переночевать к себе в дом, да вот беда, сам оказался в итоге на улице. Сегодня в роли Зайца жильцы дома. Мы организованы ТСЖ с 2010 года. Да, худо-бедно, но мы работаем и в принципе нормальные у нас. ТСЖ в подъездах чисто. Если есть какие-то конфликтные ситуации, мы их решаем со своим председателем. Три года назад мы пригласили обслуживающую компанию Мурман-Сити. Тогда она только-только организовывалась. Мурман-Сити поначалу довольно-таки нормально взяли за работу. Прошел год и отношение коммунальщиков поменялось. На заявки собственников жилья реагировать они перестали. Дом, по словам жильцов, начал приходить в упадок. Вентиля не вертится. Вот это я говорю, поменять хочу. Они, хорошо, распишитесь, мы все сделаем бесплатно. Уже второй месяц пошел, все бесплатно делают. Я сказала, у меня нога отказалась, после упала. Я говорю, я вот этой палкой башку разобью до конца, если только вы мне не сделаете по-человечески. Люди ждать, пока девятиэтажка окончательно придет в непотребный вид, не стали и решили от услуг Мурман-Сити отказаться. Но не тут-то было. Сотрудники управляющей компании провели собственное собрание и якобы получили подписи жильцов, которые в ТСЖ возвращаться не хотят. Вот только утверждают люди, подписи на протоколах поддельные. У нас есть ТСЖ Северное Сияние, мы в нем хотим и остаться. Нужно будет, мы заменим председателя. Нужно будет, мы сделаем все сами. Зачем нам управляющая компания, которая к нам отношения никакого не имеет. И наши интересы нигде представлять не будет, мы это знаем. А недавно жители начали получать двойные квитанции. Еще в ТСЖ люди приняли решение перейти на прямой расчет с ресурсниками. Это и удобнее, и надежнее. Однако Мурман-Сити так не считает. В результате в ноябре прошлого года квартировладельцы получали квитанции по оплате водоснабжения и отопления дважды. В декабре платежки коммунальщики продублировали, но уже с долгами и пенем. С ноября месяца платите нам и все. Ну как так, нигде не решения, ничего нет. И мы теперь ноябрь не плочены, декабрь не плочены. Ноябрь платили туда еще, в ТСЖ. Пишут везде, разрешают. Идите, бегите, просите, чтобы деньги вам обратно перечислили на их компанию. Да что над нами, издевательство? Действительно, президента не слышали никто, что говорит. Базы данных, по которым Мурман-Сити рассылают платежные документы, судя по всему, устарели. А потому случаются совсем уж анекдотичные курьезы. Так, например, квитанции приходят на имя давно ушедших людей. Но и это коммунальщиков не смущает. Они упорно требуют оплатить за почивших ныне живых. При этом ни ГЖИ, ни другие структуры избавить людей от коммунального абсурда не спешат. Жилинспекция, например, просто советует не платить по квитанциям до выяснения обстоятельств. Но ведь накопившиеся за время разбирательств долги никто не простит, уверены жильцы. Потому пока они решили платить ресурсникам и ждать суда. Он состоится уже в конце января. Мы пытались получить комментарий от руководства управляющей компании Мурман-Сити. Однако это нам не удалось. Директор коммунальной структуры на звонки попросту не ответил. Тем не менее, наша редакция всегда на связи и готова рассказать, что думает о сложившейся ситуации в доме номер 7 по улице Крупской. Вторая сторона конфликта. Телефон редакции Арктик ТВ 70 13 70. Телефон редакции Арктик ТВ 70.